Заряжать ружьем? Нет. Взять на прицел? А, взять на прицел? Конечно, да, взять на прицел в каком смысле? Не только в прямом значении этого слова, если вы охотник, но еще и взять кого-то на прицел в плане критики, скажем. Да, то есть обратить внимание на кого-то, сосредоточить свое внимание на ком-то. Да, да. Хорошо. Четвертая, да, четвертая тема, которую мы записываем, это морфологические нормы. Да, морфологические нормы сюда относятся, склонения числительных сюда относятся, сложные случаи склонения, изменения существительных, да, то есть такие сложности русского языка. И тоже я сейчас дам вам задание в курсной форме, надеюсь, что вы с ним справитесь. Так, морфологические нормы, да, если успели отметить. Мы исправляем ошибку в фразах. Так, в обеих руках. Да, вот кто-то, я слышал, сказал в обоих, но это не так, да, потому что руки у нас рука женского рода, да. Второе. До 1905 года. Все нормально. Да, все хорошо. Уважаемые директора. Все нормально, да. Все нормально, да, потому что директоры, это устаревшая уже форма, да. У нас действительно были существительные мужского рода, скажем там, дом и другие существительные, имели окончание и раньше. Скажем там, место дома мы бы сказали дома, если бы мы жили с вами в 19 веке. То же самое мы могли бы сказать профессора или директора, но сейчас у нас уже современная норма, да, поэтому мы ничего здесь не меняем. И, наконец, сейчас я надеюсь, я смогу прийти, ихние письма. Понятно, да? Да. Мне тяжело такое произносить, я как бы сразу напрягаюсь, когда делаю ошибку, но тем не менее. Понятно, да, что, естественно, здесь ошибка очевидна. Хорошо, еще одно, но, может быть, не столь очевидное. Еще одно. Итак, шестьюстами учебниками. Все ли здесь верно? Шестьюстами учебниками. Правильно, потому что сложные числительные, там изменяется каждая часть, вот об этом не забывайте. У вас, может быть, окончание вроде бы правильное, да, но в середине, в первой основе окончания нет, и это ошибка. Да, если бы здесь было шестистами, то это было бы неправильно, да? Дальше. Езжай вперед. Езжай. Езжай. Поезжай. Ну, вот, знаете, вы здесь, как вам сказать, и правы, и неправы одновременно, потому что форма езжа имеет разговорную окраску, тем не менее, она никак не является критичной. Если вы хотите, то можете заходить, я сейчас вижу, да? Пожалуйста, проходите. Просто в ответ, они именно поезжают. М? Когда они прямо, когда они действительно поезжают. Ну, вот, нет, потому что, кстати, как раз я сейчас вам почитаю еще, да, формы, то есть это совсем, ну, если дают форму поезжать, это не совсем корректно, скажем так. Потому что поезжая литературная форма, да, а езжая, она имеет оттенок разговорности, тем не менее, да, вот в данном как раз задании она верна. Следующее, с белых абрикосов. Здесь все правильно. И вот последнее, да, в этом же задании, следующий вариант, в нашей группе нет осетинов. Осетин. Да, а вот здесь все эти, да, грузины и осетины, у нас будут иметь нулевое окончание. То есть из этих четырех пунктов у вас неправильно, да, будет именно четвертое. Обратите внимание, два варианта вы ответить не можете. В данном случае, да, мы можем пропустить как раз вот эту разговорную форму езжай, которая все-таки является, как бы, ну, отчасти грамотной, да, особенно если мы вспомним еще другие формы, которые точно нельзя употреблять. И таким образом мы здесь, в рамках данного задания, должны будем выделить номер четыре, да, наша личная. Понятно. То есть вас иногда могут впутать, да, могут давать даже такие вариативные нормы. Я сейчас не буду затрагивать тему, там, насколько это этично, хорестно и так далее. Просто обратите на это внимание. Такое бывает еще и в тестах по английскому. Вы наверняка с этим сталкивались, когда вам дают вроде бы два таких, да, похожих варианта, какие из них, может быть, можно было бы где-нибудь в разговорной форме там употребить, но, скажем, в рамках теста это будет считаться ошибкой. Или наоборот, да, где-то строгое правило не будет использоваться, и тем не менее ошибка будет допущена в другом варианте ответа. Хорошо. Следующая тема, да, которую мы сейчас запишем, это чередование гласных в корне слова. Чередование гласных в корне слова. Повторите, да, все эти корни. Бергир. Сарсор. Блесблист. Махмук. Что-то зависит от значения, что-то зависит от суффикса, да, от того, какая гласная у нас в суффиксе, что-то от самого корня. Это нужно повторить. И тоже даю вам задание на очередование. Вам надо определить слово, в котором пропущено безударное проверяемое гласное. Я сейчас обращаю внимание на это слово. Проверяемое гласное, да? Я прочитаю ряд слов, и, пожалуйста, найдите мне слово, которое можно проверить, и также сразу же скажите, какое проверочное слово вы используете. Понятно? Итак, значит, у нас первое. Вызгорание. Там пропущена у нас буква, да? Авангард. Тоже пропущена буква в корне. Полоскать кошку. Четвертое. Безослагательный. И пятая. Неприкосновенность. Я еще раз сейчас прочитаю. Первое. Возгорание. Второе. Авангард. Третье. Полоскать кошку. Полоскать кошку. Четвертое. Безослагательный. Да, и пятая. Неприкосновенность. Абсолютно верно. Лучше. Чипал. Нет. Нет, вы знаете, вы уж как-то перебор. Я думаю, здесь специально вам сказали, что кошка. Ласка. Ласка, конечно. Ну, естественно, по значению. Но ласка. Я не знаю. Значение, да. Я поняла, как белье. Нет, нет, нет. Здесь специально вам как раз добавили вот это слово, которое должно было вам сказать. Ну, да, сейчас все бывает. Я согласна, я приведу тоже пример. Например, когда работаем со стилистической нормой, со студентами, кому-то из вас еще это предстоит. И там бывает фраза, скажем, в магазине от насекомых ничего нет. И там надо исправить, да, исправить какую-то ошибку. И современная молодежь там не понимает. Говорит, а зачем от насекомых? Надо для насекомых. Там, вот у меня живут большие тараканы, скажем, у меня таранкул. И, конечно, здесь должно было быть для насекомых. То есть они не видят эту ошибку, которая еще 20 лет назад, скажем, казалась тем очевидной. Тем не менее, да, не будем полоскать кошку с таком неправильном значении слова. Исключительно лоскать. Хорошо. Следующая, да, следующая тема после чередования гласных. Это приставки. Написание приставок. Там тоже у нас всякие эти без-берза, да. Вы помните, что они могут зависеть у нас от того, какая согласная будет в корне, глухая или звонкая. При-при, который будет зависеть от значения, да, и так далее. И тоже сейчас я вам продиктую задание. Я думаю, что вы с ним тоже справитесь совершенно спокойно, в устных важах. Тематику записали, да, приставки, написание приставок. Итак, пожалуйста, слушаем задание. Определите ряд слов, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, ставим пропущенную букву. Итак, первый, да, первый ряд слов. Распаковать вещи бездонная бочка. Я еще раз, да, прочитаю. Распаковать вещи бездонная бочка. Второй ряд слов. Шарить из-под стишка беззвездное небо. Третье. Разгонять тучи и иссушить душу. Разгонять тучи и иссушить душу. Четвертое. Чрезмерные усилия. Воздвинутый монумент. Чрезмерные усилия. Воздвинутый монумент. Да, конечно. Хорошо. Молодцы. Действительно, и там, и там. Будет у нас звонкая согласная. Конечно, вы и вы абсолютно правы. Следующая тема, да, которая тоже входит в тестирование. Пожалуйста, запишите. Это правописание гласных в суффиксах глаголов, причастий и прилагательных. Правописание гласных в суффиксах глаголов, причастий и прилагательных. Суффиксы? Можно? Да, в суффиксах глаголов, причастий и прилагательных. Такая довольно обширная тема, но некоторым из вас наверняка даже не потребуется повторять теорию по ней, потому что и так многие задисплодны с луфом. Чем хорошо сдавать экзамен в форме теста, что если у вас уже есть, да, какая-то определенная, определенный уровень грамотности, вы, в общем-то, можете легко написать это тестирование, даже если какие-то правила и школьные программы забыли. Поэтому часто у нас более взрослые участники, да, которые говорят, что мы вообще-то мы уже 100 лет назад в школе учились, да, забыли. Они лучше даже пишут, чем адекблиентный, который поступающий. Да, да, глаголов, причастий и прилагательных. И, пожалуйста, задание. Вам нужно определить слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. Итак, слово, определяемое, в котором на месте пропуска пишется буква И. Подозреваемый, расходуемый, колеблемый, независимый, пригреваемый. Конечно, да, независимый, да. Независимый, абсолютно верно. Причастие, образованное от глагола второго сопряжения, зависит, здесь в том, правильно сказать. Еще одна тема, на которой мы записываем, восьмая, нам остается не так много, всего шесть тем записать и повторить. Это прописание Н и двух Н в суффиксах прилагательных и причастий. Н и двойная Н в суффиксах прилагательных и причастий. Здесь, в основном, успели, да, записать Н и двойная Н в суффиксах прилагательных и причастий. То есть, каким образом выглядит задание на вот эту двойную или одиночную Н? Они обычно выглядят в виде предложения или двух предложений, да, двух фраз, в которых вам надо вставить просто одну букву Н или две буквы Н, да. То есть, таким образом это задание выполняется. То есть, здесь уже нет выбора между пяти словами, скажем, да, а уже вам надо работать самостоятельно. Ну и тоже я сейчас в узной форме вам одно задание дам, надеюсь, что вы с ним легко справитесь. И еще одно, да, я заранее скажу, пусть это даже сейчас будет такой небольшой подсказкой, что в этих заданиях может быть ответ как ноль, так и все варианты, да, то есть этого не надо пугаться. Если вы видите, что, ну, нет такого варианта, да, из всех пяти фраз, там, из всех пяти пропусков, так, напишите. Если вы видите, что все там четыре-пять слов, скажем, нуждаются в постановке двойной буквы Н, или там, наоборот, у вас спрашивают, где нужна одна буква Н, и вы понимаете, что как раз у вас тот случай, что все слова с одной веры, не пугайтесь, то есть так и отвечайте. Ответы на такие задания даются в порядке возрастания, то есть, скажем, если у вас ответом является 1, 3 и 5, то вы не записываете их в разногой, там, 5, 3, 1, а записываете их именно в такой форме 1, 3 и 5. Конечно, никто из преподавателей, я думаю, не будет слишком формально к этому относиться, и даже если вы вдруг все ошибетесь, то наверняка вам пойдут на встречу, тем не менее, старайтесь все управлять как бы грамотно и по стандарту, чтобы не было дополнительных проблем и вопросов к вам. Итак, я сейчас прочитаю предложение, да. Хорошо, да, у нас вопрос такой немножко по пороговедению. Без 15.9 раньше приезжать точно нет смысла, не надо слишком волноваться. То есть, без 15.9 экзамен начнется строго по расписанию в 9 часов, то есть, раньше времени приезжать не стоит. Но сильно опаздывать тоже не нужно, да, несмотря на то, что еще раз повторю, тестирование, в общем-то, на 2 часа, да, там, ну, на 2, может быть, с небольшим для кого-то, и есть некое время с допастью, но, тем не менее, лучше иметь побольше времени, да, за себя, тем более, учтите, вы, может, и будете волноваться, это тоже страшно. Итак, я сейчас прочитаю вам предложение, и, пожалуйста, вы в нем отметьте мне все цифры, на месте которых пишется двойная буква «М». Вот сейчас мы в узной форме все это проработаем, а потом мы перейдем к пробному инвестированию, да, для тех, кто его еще не прошел в интернет-формате, хорошо? То есть часть людей, может быть, у нас уже уйдет, если они считают, что они все это знают, да, а те, кто захочет это проработать, еще раз проработайте, это по презентации М2М. Итак, значит, у нас М2М, еще раз повторю, цифры прилагательные причастия, задание читаем. Путники задумчивые и восторженные, это первое, до слова восторженные, это единичка, одновременно очутились, как бы, одновременно вторая, да, в облаке, очутились, как бы, в одном облаке. Солнце превратилось в маленький оловянный круг, оловянный, циферка 3, по которому плыли белесые клочья, пока совершенно не закрыли его. Совершенно это циферка 4. Итак, у нас восторженные, циферка 1, одновременно циферка 2, оловянный, циферка 3 и совершенно циферка 4. И теперь, зная все это, да, всю эту исходную информацию, скажите, пожалуйста, на месте каких цифр пишется двойная М? Везде. Да, молодцы. Действительно, здесь везде, поскольку у нас оловянный, да, как вы помните, это исключение, вот, так бы, конечно, там писалось бы одно, но у нас есть исключение. Об этом тоже не вспоминаем, да. Ну, я еще раз вам говорю, да, если у вас было бы, что нет никакого, вы бы написали нолик, то есть не пугаемся этого. Я просто бы этого об этом сказала уже, то есть если все цифры, то пишем их в порядке возрастания. Если вы видите, ну, нет такого задания, то не беспокойтесь, пишите ноль. Так, следующее, девятое, личное окончание глаголов. Личное окончание глаголов. Ну, здесь повторяем спряжение и, опять же, включаем общую грамотность. Сейчас тоже дам вам задание примерное, да, чтобы вы могли бы выполнить. Я прочитаю, да, думаю, что вы справитесь в устной форме. Итак, двое бойцов тащат по траншею пулемет. И вам надо выписать слово, в котором на месте пропуска пишется буковка «Ю». Да, «Ю». Ну, или «У». «УЮ», понятно, да, от «Яковки». Итак, двое бойцов тащат по траншеи пулемет. Равняя их, строятся ряды. Старую лесу не травят молодыми саватами. Дремлет хат и гаснет день. Ну, конечно, да, то есть первое спряжение, вот у вас это окончание утьют. Да, то есть, в принципе, задание не очень сложное, просто будьте внимательны с ними. Теперь следующая тематика – это написание частицы «не». Да, пожалуйста, вот это запишите. То есть, те задания, которые я сейчас даю, их не обязательно запоминать, как-то записывать. То есть, сейчас пройдем еще по формату, не волнуйтесь, вся эта информация есть. Сейчас просто тренируемся, да, в устной форме, пытаемся на слухах схватить. Главное, что нужно сейчас отметить – это темы, да, которые вам помогут. Итак, у нас десятая тема – написание частицы «не» с разными частями речи. Частицы «не» с разными частями речи. И здесь в заданиях у нас будут присутствовать ряды слов, да, и вам нужно будет выделить там тот ряд, где, скажем, «не» пишется слитно со словами или же «не» пишется раздельно. Да, то есть, задание может формулироваться как таким образом, так и другим. То есть, слитно или раздельно. Хорошо, и давайте сейчас тоже в устной форме сделаем задание. Определим ряд, в котором «не» с обоими словами пишется слитно. Да, слитно. Вот я сейчас хочу, похоже, еще правый наш план к аудитории, потому что пока я больше общаюсь как-то первым, у меня отвечают те, кто сидит ближе ко мне. Пожалуйста, тоже подключайтесь к работе. Итак, первый ряд. Незаменимые в дороге вещи и там же, да, в этом же ряду «не дающие ответа». Незаменимые в дороге вещи «не дающие ответа». Да, вы слышали это. Второе. Уплатить неустойку вопрос вовремя не решен. Уплатить неустойку вопрос вовремя не решен. Третье. Не слушая оппонентов и неприступная крепость. Да, то есть оба. Да, еще раз. Откуда вам прочитать, молодой человек? С третьего или с первого? Еще раз с первого, да? Хорошо. Итак, мы определяем сейчас тот ряд, в котором «не» с обоими словами. Это могут быть любые слова, там, наречия, прилагательные, существительные. Но глаголы по логике вещей не могут, хотя тоже есть, да, глаголы, которые без «не» не пишутся, если их просто не существует в природе. То есть часть речи здесь нас не интересует. Итак, мы определяем ряд, в котором «не» с обоими словами пишется слитно. И я еще раз сейчас прочитаю эти ряды слов. Итак, первое. Незаменимые в дороге вещи, не дающие ответа. Второе. Уплатить неустойку. Вопрос не решен вовремя. Третье. Не слушая оппонентов, неприступная крепость. Четвертое. Нет родителей. Устал с непривычки. Нести. Нет суразица. Ой, четвертое. Да, конечно. Но пятый вы мне даже не дали дочитать. Молодцы. Конечно, четвертое. Потому что у нас не суразица. Нет такого слова «суразица», опять же. И все остальное у нас там или было зависимое слово «скажем вопрос, не решен вовремя», да. Или же у нас был вообще там глагол, где и причастие, то есть не слушая оппонента, естественно, что это пишется все раздельно. Хорошо. Еще одна тема, одиннадцатая, да, номер одиннадцать, тоже, пожалуйста, сейчас себе ее отметьте. Это слитное, раздельное и дефисное написание слов. Слитное, раздельное и дефисное написание слов. Это касается в основном на речи, союзов, производных, сложных союзов. Слитное, раздельное и дефисное написание слов. И сейчас, чтобы немножечко просто, наверное, ускорить наш процесс, я даже не буду полностью, да, задание зачитывать, а просто, скажем, дам вам какое-то одно предложение, вы в нем найдете там ошибку или скажете, если оно верное. Хорошо. Итак, задание выглядит примерно следующим образом. Вам надо определить предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно или же пишутся раздельно, да, то есть вот таким образом выглядят эти задания. Понятно примерно, да, суть ухватили. Теперь я дам вам просто одно предложение, не буду зачитывать все там четыре или пять, да, как это будет у вас в тесте, для того, чтобы этот процесс немножко ускорить. Хорошо? А вы мне скажете, как бы вы здесь эти слова написали? Слитно, раздельно или, может быть, дефисно. Понятное задание? Хорошо. Тогда начнем. Несмотря на то, что большинство стихотворений Жуковского являются переводными, в них мы все-таки видим русский пейзаж. Итак, как вы здесь напишете вот эти союзы? Несмотря на... Несмотря на... Несмотря на... Конечно, потому что у вас здесь... Если бы у вас было там, несмотря на шкаф, да, там, он парил в облаках, вот обратите внимание, тогда здесь была бы другая часть речи, писалось бы это раздельно, да, а здесь, конечно, несмотря на значение в каком? Да, конечно, значение вопреке, абсолютно верно. И второе все-таки, как вы напишете? Конечно, через дефис, да. То есть вот такого плана будут задания. Еще одна тема. Знаки припинания. Знаки припинания в простых и сложных предложениях. И я обращаю ваше внимание, что здесь будут запятые у нас, да, то есть нас будут здесь интересовать бутиты. Двоеточие, тире, точки с бутитой не будет. И тоже вам сразу прочитаю предложение, и вы попробуете мне сказать, на месте, да, на месте какого-то там члена предложения ставится в питание, да, после каких слов ставится в питание, хорошо? Давайте так, после каких слов, так я задание сформулирую, после каких слов мы поставили здесь депутатуру. Это может быть одна, запятая, их может быть две, три и даже четыре, да, то есть вот как раз этот тип заданий, он, за него дается три балла, и здесь нужно быть особенно внимательным, потому что количество практически не ограничено, ничем, кроме фантазии автора. Да, вопрос кого-то был? Уже нет, да, вопросов? Тогда еще раз, да, я на всякий случай повторю для вас, да, все-таки осознать и припинание у него вылез, простые и сложные, и я читаю предложение. Вы называете мне те слова, после которых вы хотите поставить запятую. Итак, в Греции классической эпохи, для социального строя, в которой типично форма города-государства, возникли особо благоприятные условия для расцвета ораторского искусства, что вполне отвечает правде факта. И я еще раз прочитаю, после чего я попрошу кого-нибудь из вас назвать мне то слово или те слова, после которых нам нужно поставить запятую. Еще раз читаю. В Греции классической эпохи, для социального строя которой, типична форма города-государства, возникли особо благоприятные условия для расцвета ораторского искусства. Вот где слово строя, вы куда? Где слово строя, вы куда? После эпохи, который... Так, раздели вас мнение. Пожалуйста, вот ваше мнение. После слова эпохи. После эпохи. Еще где-то нужно? Я просто пропустила, где заканчивается это? Государство. Государство, да, конечно. То есть нам нужна запятая после эпохи и после города-государства. Мы выделяем здесь этот предаточный оборот, да, как бы он определяет у нас эту эпоху как раз. Ее характеризует. Вот, в общем-то, со всей грамматикой, лексикой мы с вами справились, да, то есть надеюсь, что задания не показались вам чрезмерно сложными. Все их вы наверняка много раз прорабатывали в школе. И последнее, да, что мы здесь запишем с вами, это тринадцатая тема. Типы текста. Типы текста. То есть какие вы помните типы текста? Типы текста. Конечно, да. Молодцы, да, вижу и слышу ваши ответы. Конечно, повествование, описание, рассуждение. Как нам понять, что перед нами текст типа описания? Есть ли какие-то вот такие химки? Да. Ага, хорошо. А если повествование, то как? Типы текста. Если мы будем опять визуализацию использовать, то это целый ряд картинок, да, то есть это такая панорама фотографии. А вот что касается рассуждения, то там фотографии сделать уже будет очень сложно. Да, то есть вы можете использовать, скажем, такой метод для того, чтобы облегчить себе задачу понимания того, к какому типу относится данный текст. Ну и кроме того, мы помним, да, если мы вспомним о морфологии, что в тексте описание, что преобладает, какие части речи? Прилагательные. В первую очередь, это прилагательные. Там может быть также достаточно много существительных. Если текст повествования, то понятно, что там больше динамики, там будет у нас глагол и все глагольные формы, конечно. Что касается лексики, то в тексте типа рассуждения будет больше абстрактной лексики. То есть тех вещей, которые сложно себе представить, да, сложно иногда помыслить. Это могут быть какие-то материалы, константы, да, философские понятия. Ну и я не знаю даже давать вам, ну дам такое коротенькое задание, оно совсем прямо детское вам покажется, тем не менее даю. Итак, определяем тип текста, исходя из всего вышесказанного. Вчера к нам прибежал Витька и сказал, что Мила уезжает. Мы все вместе рванули на вокзал, чтобы попрощаться. А потом вернулись домой и долго обсуждали всю эту неприятную историю. Итак. И, конечно, да, это повествование. И еще один текст, тоже нужно будет определить его тип. Мама – самое священное слово на земле. Во-первых, человек рождается и умирает со словом «мама». Во-вторых, хлебороб благодарит ремню матушку, называя ее кормилицей. В-третьих, раненый солдат, умирая, шепчет за родину мать. Таким образом, все самые дорогие святыни названы, озарены именем матери. Рассуждение. Рассуждение, да, вот не путайте. Кто-то в самом начале сказал, что это описание. Нет, здесь рассуждение, но с элементами описания, конечно. Чистые виды текста вам вряд ли могут встретиться. И чаще всего вас будут спрашивать, скажем, какие два типа текста здесь присутствуют. Поискование плюс рассуждение или рассуждение плюс описание. То есть таким образом задание вполне может быть сформулировано. Хорошо, вот сейчас мы с вами кратко пробежались по основным темам курса. И теперь вернемся к тому самому сайту. Может быть, кто-то его уже открыл. Решу ЕГЭ. Да, Решу ЕГЭ. Помните, я сам в начале говорил про него? Да, 14-е задание, да, это логика текста. Там те задания, можете записать, да, если хотите. Это те задания, которые очень сложно тренировать. Но каким образом они будут выглядеть? Какая ключевая идея в тексте? Ну, понятно, да? То есть, в общем-то, вы и так, наверное, с этим справитесь. Или там, скажем, дам какой-то союз. С каким союзом вы можете его заменить? То есть, вот такие задания будут даны. Это 14-е, да. Хорошо, что вы вспомнили логика текста. Теперь мы возвращаемся на минуточку, да, к этому сайту Решу ЕГЭ. Первый вот страница, да, напомню, в ней дан каталог заданий. И вот как раз по этим 14-й темам вы можете найти конкретную тематику и ее заранее немножко проработать. Да, то есть, делать тестовые задания, формат ИГЭ на конкретную тему. Что я имею в виду? Скажем, мы с вами сказали, что одной из тем, которая войдет в тестирование, будет достаточно сложная тема морфологические нормы. То есть, да, там есть простые варианты, а есть и посложнее. И вы берете, открываете тему 6 на сайте Решу ЕГЭ, которая так и называется, морфологические нормы. И делаете тесты разного уровня сложности по этой тематике, да? Для себя отмечаете, где у вас пробелы, где вы все понимаете. Или, там, скажем, вот логика текста, да, мы сегодня тоже ее вот все-таки охватили. И первая же тема на сайте – это определение главной информации текста. Тоже хотите потренировать? Открыли пункт один, потренировали. Понятно, да, каким образом вам стоят вот эти последние часы перед экзаменом, на что их потратить. И теперь, если у вас нет ко мне вопросов по этому поводу, то я бы хотела проработать тот пробный вариант тестирования, который представлен на сайте. Есть вопрос? Да. Сладкий вопрос. Вообще, как вы видите, это уже бланки, которые вы просто отвечали? Да, вам будут даны бланки, и плюс будут даны, конечно, сейчас вот буквально еще одну минуту, да, и попрошу вас, ну, хорошо уже начали сходиться, просто тяжеловато общаться, когда у нас кто-то уходит, да. Значит, каким образом это будет выглядеть? Да, вам будет выдан вариант теста, в нескольких вариантов он, естественно, да, вы будете сидеть как бы, ну, разреженно достаточно, не скажу, что по одному, но тем не менее. И у вас будут также черновики. Вот на черновиках что хотите, то и пишите. На бланках давайте только те варианты ответов, которые вы считаете правильным. Желательно не делать опечаток, ошибок, описок в бланке ответов. Забудьте с этим внимательно. Если будет много перечеркиваний, подчеркиваний, вариантов, то это просто может не быть оценено. Да, вообще делают, и нужно это спрашивать в деканате непосредственно, то есть в деканате факультета. Знаете, это делается вообще, ну, насколько я могу, да, судить, в деканатах конкретного факультета. То есть вот на какой факультет вы поступаете, вам надо в тот деканат обратиться. Еще раз, пожалуйста, если вы выбрали какие-то слова, которые должны писаться слитно, да? Да, то вы, если вас просят выписать слова, так их и выписывайте. И то же самое, если вас просят исправить ошибку, то не удовлетворяйтесь просто тем, что вы напишите циферка 3 или циферка 5. Вы должны дать правильный вариант ответа, то есть написанное правильно слово. Понятно это, да? Там может быть зависимость от того, как сформулировано задание. Если вас просят, только напишите номер, да, предложений, то вы на этом останавливаетесь. Если вас просят выписать слова, то, конечно, вы их выписываете, и именно так, как они с вашей точки зрения должны писаться. Будь то слитно, раздельно или дефисно. Спасибо большое. Да, спасибо. До свидания. Что еще раз? Это тоже надо спрашивать все в своих деканатах, ребят. Не ко мне вопрос. То есть, если что-то перед экзаменом самим, да, то это надо спрашивать в деканате. Да. Да, обратитесь на факультет на свой, вот дамы, да, вы спросили сейчас, задали вопрос, обратитесь непосредственно на свой факультет. Там, если у вас психология образования, скажем, да, вы обращаетесь на психологию образования, клиническая психология на клиническую психологию, и там эти вопросы все решаете. Все бланки, которые относятся непосредственно к этому экзамену, будут даны завтра утром. Но это не у меня. Получается, не у меня. Чем меньше, тем лучше. В связи с тем, что еще раз повторю, да, тест все-таки на 40 вопросов. Лучше уйдите пораньше. Опаздывать не надо. Вы сами себе создадите лишний стресс. Это экзамен. То есть, понятно, что вас, даже если вы опоздаете на 15 минут, и, может быть, даже на полчаса, вас наверняка пустят. Но вы сами себе сделаете проблему. У вас будет меньше времени, вы будете нервничать. То есть, приезжайте вовремя. Это экзамен. На 2 часа. 3 часа 30 минут. В 9, да. Начало в 9. Да. Это тот опубликован. Да, вот сейчас мы его разберем. Потому что, ну, не все его проработали. И сейчас мы его просто разберем еще раз. Да, да. Если у вас не было вопросов, вы не можете быть свободным. На факультете. На факультете. Подходите к своим деканам, к факультете. Вообще не было сказано, что комплектация будет выдана экзаменационной. Не у меня. То есть, вы подходите непосредственно на свой факультет. На социальную психологию. Да, на социальную психологию подходите. А вот подскажите. Можно сказать, что паспорт не дадутся. Да, ребят, еще, да, на всякий случай, я напоминаю, паспорт, ручку с тобой иметь, да. Маленькую выкулку воды тоже можете взять. Да. Вот что касается экзаменационных листов, то это вот, я не знаю, может быть, я вам-то... На скультет еще раз, да, на скультет подходите за ними. Ну, на все, значит, подходите, по которым вы будете сдавать. А черный ручка, допомни, какие-то черные? Черные, я думаю, синий тоже можно, да? Не принципиально, синий, черный. Не зеленый, только не красный, ребят, я вас прошу. Нет, нет. Ну, вы думаете, конечно, это не очевидно, для них тут. Аудитория какая? Аудитория? Аудитория еще, какая аудитория? 200, какая-то, ну, завтра вот экзамена, какая аудитория будет? Ну, на втором, наверное, этаже, но... Так, ребят, кто-то один, я не слышу. Ну, вообще, ребят, ну, 3 часа, конечно, если прямо вы не выдержите, ну, можно маленькую там шоколадку. Но в идеале сначала пишем, потом кушаем, да, потом в столовую. Выходить можно один раз. Все остальное только по предварительной договоренности. То есть, если у вас приходит мама, папа, бабушка рассказывать, что вам нужно выйти, тогда вас, конечно, пустят, да. Погромче, пожалуйста. Это будет известно завтра. Вы придете, у вас напишут номер аудитории, вас проконсультируют. То есть, прямо при входе в институт будет написано. Подойдите ко мне тогда потом и спросите, я вас не услышала. Да. Вот, посмотрите, вот этот у меня вопрос был. Раскидать испугается. Ну, можно оставить, ничего страшного не будет, если вы оставите. То есть, лучше даже оставить, конечно. А цифры можно писать подряд. То есть, цифры вы можете писать подряд. Если у вас слова, то вы можете оставить квадратик. Это не страшно. Главное просто писать так, чтобы экзаменаторы, да, те, кто будут проверять работу, это поняли. Понятно, да, главное? Проверяются будут они вручную, но не переживайте. Некоторые сразу спрашивают, вдруг у кого-то блат. Нет, ваши работы будут зашифрованы. Нет, я не знаю, что есть на интернет-кейске. Там написано на интернет-кейске, а я его выписываю. Вы выписываете слово именно так, как вас просят в задании. Это все будет указано. Если вас просят, укажите слово в именительном падеже, или укажите глагол в инфинитивной форме, то вы так и делаете. Если вас просят непосредственно выписать то слово, которое вы видите в тесте, то вы лучше его не меняйте, а выпишите именно так, как оно дано. А может, скажите, что вы начнете? Да. У меня приедет, если вы скажете, что вы получите биологию. А вот в инфинитивной системе у меня написано, что вы получите биологию. Значит, максимально задавать, да? На вкультет обратитесь. Я же не знаю, на какой вы вкультет поступаете. Я думаю, что надо, тем не менее. Есть ли три экзамена? Нет, будет ручная проверка. Не компьютерная. Поэтому как бы не переживайте, если вдруг что-то, то, конечно, попробуйте разобраться. Тем не менее, это не повод, что выполняем все, как придется. То есть четко смотрим на то, что просят у вас в заданиях ответить. Да. А ручку, кроме зеленой и красной? Вообще, на следующий, скорее всего, день утром. То есть, вот, да, скорее всего, да. Там зависит от того, сколько людей будет писать, но я надеюсь, что все успеет, да, на следующий день. А где инфинитивная система? В интернете или в интернете? Она не будет и вывешена, я думаю, в интернете тоже, скорее всего, да, не появится. Натальше, что на темно-то, что темно-то не появится. Да. Так, ну все, да, мы можем теперь перейти уже к тестированию непосредственно, да, то есть те, кто его не сделал дома, сейчас мы его быстренько тоже пройдем. Пожалуйста, внимание на экран. Те, кто хочет уже уйти, уже все знает, пожалуйста, вы можете быть свободны. Давайте сейчас останутся только те, кто хочет прорешать тестирование. До свидания. И, пожалуйста, те, кто по литературе, да, вы не забудьте, что те, кто литературу сдают, остаетесь потом на 10 минут. Даже, может быть, меньше. Это режиссура, да? И Т режиссера. Прямо сегодня останется на 5 минут, я скажу просто, зачем, останетесь, запишите кое-что. Итак, пожалуйста, внимание, да, на экран. Вы видите первое задание здесь. Здесь даны отрывки из текста. Желательно такого не допускать. То есть, понятно, что если у вас одна офиска или где-то вы поработали, да, корректором, то это не страшно. Если у вас вся работа исчиркана, то ее просто могут не проверять после этого, да, на основании того, что вы невнимательно относитесь к бланкам. Поэтому сначала на черновике, еще раз повторю, времени много. И только когда вы уверены полностью, вы переносите свой ответ в бланк. Это не так сложно. Я, да, я же уже сказала вам, я веду филологическое обеспечение профессиональной деятельности, веду русскую литературу, историю зарубежной литературы, а также культуру языковой коммуникации. Так что, да, с теми, кто поступит, мы с вами еще, несомненно, встретимся и поработаем. Да. Что один раз не очень? На экзамен? А, один раз выходим, да. Ну, знаете, ну, странные вопросы какие-то мне задаются. Давайте, да. Еще раз говорю, если у вас есть какие-то справки по здоровью, то вы можете их предъявить приемной комиссии, на основании этого выходить столько раз, сколько вам рекомендует, скажем, ваш лечащий врач. Если же вы здоровы, то нет причины выходить за три часа больше там одного раза. Итак, значит, смотрите, пожалуйста, на экран. Вы здесь видите задание, да, данные отрывки из текста. И первое задание, вы указываете два предложения, в которых верно передается главная информация, которая передается в тексте. И вы должны по своем экзаменационном планке выписать номера этих предложений. Задание понятно? Читаем, выполняем. Первое третье. Еще варианты? Да, первое третье. Очень хорошо. Ну, действительно, все логично. Здесь ключевая информация. Какие еще варианты здесь могли вас сбить? Ну, может быть, здесь мог вас сбить вариант пятый. Но здесь дана дополнительная информация, которой в приведенном отрывке текста нет. То есть, при выполнении задания на логику, собственно, включаем логику и включаем внимательность, да? То есть, вас будут сбивать, но выдержитесь. Не сбивайтесь. Второе задание. Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно стоять на месте пропуска во втором предложении текста? Я сейчас верну на первый слайд, и вы увидите это предложение. Сейчас просто прочитайте. Итак, тем не менее, а при этом этим и во-первых. Я еще раз возвращаю. Четвертый. Этим, конечно, четвертая, да? То есть, здесь четвертый вариант, он подходит просто логически. Да, вот если вы его подставите сюда во второе предложение, то это будет логично. Этим объясняется тот факт, что при сильной простуде пища становится безвкусной. Да? Ничего пока сложного нет. За эти задания первое и второе дается по два балла. Начиная с третьего, за задание дается по одному баллу. Итак, третье задание на один балл, на лексическое значение слова, как я и обещала. Итак, мы читаем фрагмент словарной статьи, в которой приводится значение слова продукт. Как вы помните, большинство слов в русском являются многозначными. И мы выбираем, какое из этих значений. Я вас вижу уже, давайте еще кого-нибудь послушаем. Вы молодец, безусловно. Да, пожалуйста, молодой человек. Третий, да? Номер три. Абсолютно верно. Давайте проверим. Предметы питания, съестные припасы. Конечно, по логике это подходит. Все верно. Хорошо. Теперь выполняем... Я думаю, здесь нет никаких вопросов, никаких сомнений тоже не возникло. Выполняем четвертое, пятое и шестое задания. Они у нас на арфаэпи. То есть тема арфаэпи – расстановка правильных ударений. Да, та тематику, которую я вам обозначала в начале консультации. Итак, в одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения. Неправильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Получно. Итак, у нас есть... Конечно, да, цепочка, да. Но цепочка – это так, может, и говорят где-то в отдельных районах Украины. Но так не стоит говорить в целом. Итак, значит, номер пять. Номер пять. Опять такое же задание. Это как слово. Такое слово. Цепочка, конечно. Не на слово. Все остальные, правильно, да. Это может кого-то из вас удивить, но это правильно. Столяр, балуясь, укрепиться, приняться. Это все абсолютно правильные ударения, нормативные. Угу. Итак, следующее. Ненадолго. Ага, ненадолго, да. У нас ненадолго. Правильный ответ. Все остальное, включая иксы, это верно, да. То есть не забывайте. Хорошо, следующее, шестое. Шестое задание. Читаем слова и опять ищем то слово, где есть ошибка. Кремень. Кремень. Конечно, да, кремень. Здесь на первый слог дано ударение. Это неверно. Ну и самое последнее, посмотрите. Включ. А как правильно, да. Это ошибочное слово. А как правильно, включить, да, включить. То есть правильно ударение нормативное, включить. Хотя мы все часто в нем ошибаемся и говорим неверно. На первый слог делаем ударение. Включить телевизор, включим радио, включить компьютер, да, и так далее. Это какой номер? Это шестой со звездочкой. То есть это дополнительный просто номер, который я вам дала от себя. Да, шестой мы уже выполнили. Итак, теперь номера с седьмого по девятый. Они опять у нас включаются в некую рубрику лексических ошибок. И тоже они оцениваются одним баллом за каждое задание. Ну, как вы уже поняли, здесь мы работаем с паронимами, да. Паронимы это слова, которые похоже звучат, но обозначают разные. Итак, прочитаем сначала все варианты, которые даны, и найдем неправильный вариант. Итак, сразу задание на паронимы. Вы должны дать тот вариант, который более уместен, да. То есть не только исправить ошибку, но и дать правильный вариант. На это обращаем внимание. Сейчас задание. Второе. Обаяние. Обаяние. Да, конечно. То есть здесь у нас не обаяние, а обаяние, да. Обаяние. Ну, теорию сейчас я пропущу. Итак, восьмое. Восьмое задание. Тоже на паронимию. Пожалуйста. Мы исправляем лексическую ошибку и подбираем правильный пароним. Сразу находим ошибку. И как ее надо исправить? Да, вот я соглашусь с девушкой, конечно, да. Здесь у нас ироничное. То есть не иронический может быть текст или подтекст, но ироничный может быть улыбка или манера человека. Что касается исполнительской, то здесь это правильно. А я в компьютере написала там ироничный, и он прочитал меня как неправильно. Почему не так? Ну, это может быть какие-то еще у нас местные ошибки компьютеров. Но на самом деле здесь, конечно, иронически ироничные, и вы можете это даже... Они у меня баллы потерялись. Ну, вы не переживайте. То есть еще раз повторю, что у нас все будет проверято вручную, поэтому таких проблем, когда там вам компьютер что-то не зачитал, их не будет, да? Хорошо, давайте следующее. Номер девять. Номер девять. Там, на самом деле, в этом тесте, который дан был на сайте, изначально вообще были несколько ошибок. Если кто-то его выполнял там пару месяцев назад, то вы видели, что там бывали такие варианты, когда все правильно, а вас просят найти ошибку. Но потом их правильно, то есть сейчас они должны быть в идеале вообще правильные, но может быть что-то еще какие-то проблемы в программе именно, да, в компьютерной программе они остались. Но такое бывает, к сожалению. Да. Да, конечно, потому что беднота это так же слово, которое употребляется в значении собирательного существительного, то есть беднота, бедные люди, да? Вот этой формулой Достоевского мы можем здесь о них сказать. Беднота. Поэтому здесь это слово нам не подходит. А он жил в бедности. Абсолютно правильно. То есть здесь вам надо было бы отметить один, да, поставить цифру по один и написать слово бедность. Да, вот это будет правильным ответом на данный вопрос. Да, да, и после цифрки вы ставите слово, конечно, да. Да, это правильный ответ будет, да. То есть вы берете в бланке, написали цифру, а потом написали то слово, которым вы заменили ошибочный вариант. Да? Ну, пожалуйста. Да. А, да, дружеский, вайка, то есть, но дружеский, дружеский и дружеский. Что в этом? А, здесь тоже по контексту, да, дружеский, скажем, там, прием, а дружественный, видите, здесь у нас диалог идет с руководительных стран, то есть дипломатия, язык дипломатии здесь, конечно, дружественный. То есть это контекст. Сейчас, если я даже найду вам, вот смотрите, вот, можете прям прочитать. Итак, значит, к другу относящийся дружеский, да, а дружественный, это который основан на дружелюбии, но преимущественно по контексту о государствах, о союзах, о народах, об отношениях между ними. То есть здесь как раз речь идет скорее о стилистическом парониме. Да, то есть не столь велика разница в значении, сколь велика разница в стилистике. В одном типе текста умеется не употребить одно, да, слово, в другом типе текста другое. Скорее так. Далее смотрим. Десятый-одиннадцатый. Морфологические нормы. Морфологические нормы. Исправляем ошибку и слово записываем правильно. Да, я слышу уже один правильный ответ. Давайте еще другим дадим ответить. Правильно. Дадим ответить. Да, да, да. Циферку два и пишем. Узорчатый тюль, да, это мужской рот, как ни странно. В просторечии, в разговорном варианте мы можем говорить по-другому, но это неверно. То есть узорчатый тюль. Вот такая мужской рот, да. Как правильно? Узорчатый тюль. Мужской рот, правильно. Поэтому здесь мы должны будем отметить циферку два и написать узорчатый. Номер один. То есть опять мы исправляем ошибку и записываем слово правильно. Да, ну пожалуйста. У нас есть километры. Конечно, здесь просто поддержка. Они перепутали, да. То есть у нас не километрах, а километром. Кого чего на километрах. Родительный поддержка. Что здесь могло вызвать ваше со мнение? Особенно те люди, которые любят... Вот «Одинокая птица» это чья песня? Угребенщиков, да? Вот кто если его слушает, то они иногда говорят, а почему же вот у него в песне «Одинокая птица» она поражает его широтой размахом широких плечей, да? Но на самом деле эта форма устаревшая, она встречается в поэтических произведениях, там, у Гумилёва у того же, но на настоящий момент она нормативной не является. Да, то есть когда мы с вами говорим о нормах слов, то понятно, что и словарный запас наш меняется со временем под влиянием того, что приходят какие-то новые реалии в нашу жизнь, появляются новые понятия, мы их называем как «Поному», и плюс к этому меняется порой и сама норма. Она может быть вариативной, да, и императивная, может становиться вариативной, и затем, скажем, старую норму может потеснять форму новой. В данном случае это нулевое окончание в слове плечи. Ну, кстати, я слышала о том, что норма в русском языке вообще не показала, что явление историческое. Абсолютно правильно вы слышали. Явление историческое, то есть что это обозначает? Меняющиеся от эпохи к эпохе. Вот, вы у меня уже на культуре коммуникации, я думаю, уже многое будете знать, но в любом случае мы еще немножко это затронем. Хорошо. Следующий вопрос. 12-14 – это правописание корней слов. Давайте попробуем сделать 12-е задание. 12-е задание и определим слово, в котором пишется безударное проверяемое гласное. Оплатить. Так, мы уже прямо кричим раньше времени. Что ж такое? Ну, конечно, надо оплатить плату, да, потому что симметрия у нас будет словарная, а все остальное – это будет чередование в корнях. Да, то есть чередование внутри корня. То есть на это тоже обращаем внимание. Как сформулируется задание? Если бы у вас здесь спросили, какое слово непроверяемое, тогда вы бы ответили, что? Конечно. А если бы вас попросили найти случай чередования в корнях, то вы бы ответили, что как раз это будет у нас номер 2-й, 3-й и 5-й, да, мер мир, близплат, зарпор. Да, то есть здесь в зависимости от того, как задание сформулировано, у нас и ответ будет другой. Хорошо, дальше. Еще раз, да, объясняю, что у нас здесь чередование в корнях, у нас есть непроверяемые слова, то есть те, которые по словарю только мы проверяем, и у нас есть проверяемые, те, в которых можно найти какое-то однокоренное слово, которым ударение будет падать. Как в слове плата, к примеру, оплатить плата. Вот, мы поставили ударение и все. А когда вы записываете ответ, нужно обязательно проверяемое? Да, если это спрашивают у вас, то тогда нужно. Но если этого нет, скажем, вот в данном задании вас не спрашивают, какая проверяемая, да. То есть просто вам говорят, определите слово и выпишите это слово. То есть тогда не нужно усложнять себе задачу. Дальше опять 13-е задание очень похоже. Тоже кто может ответить? Определяем слово, в котором у нас пропущено, опять же, безударное, проверяемое, гласное. Землетрясение? Конечно, да, землетрясение, ну, трясок можем проверить, да. 14-е задание, то же самое. Опять пропущено, безударное, проверяемое, гласное корни. Вот здесь, в этом варианте, который дан на сайте, везде они сформулированы одинаково задания, но, повторю, в вашем тесте может быть по-другому. Скажем, в одном задании спросят проверяемое, в другом чередование корней, а в третьем задании спросят словарное слово. Итак, давайте 14-е задание. Что здесь у нас? Творог. Творожок, творог. Потому что, опять же, некоторые отвечают на это творить, да, там, творчество. Но это не так, потому что творог, творог, это все равно чередование корней. Хорошо, дальше поехали. У нас с вами 15-е, тире 17-е задание, тоже по одному баллу за ответ. И мы определяем ряды слов, в которых пропущена в приставке одна и та же буква. Находим этот ряд и просто выписываем эти слова. То есть, опять ставим себе цифру в банке ответа, да, и потом выписываем два слова, в данном случае два слова, которые должны писаться одинаково. И в банке тоже. Да, да, то есть вас спрашивают, вы пишите слова, ставят пропущенную букву. Вот вы в банке прямо так и пишите. Сначала номер отметок, а потом два слова. А номер в банке, да, там, у вас есть слово. Что прописано? Здоровое тоже. В банке. Номер не может быть в банке прописан, потому что там же еще за вас не ответили. Это было, конечно, очень хорошо. Вы пришли, а у вас уже все ответы. Но нет. Итак, у нас, значит, вариант ответа номер два, да. Второе. То есть, исколесить, да, и снисхождение. Абсолютно верно. Потому что у нас здесь приставочка «ИС», будет в ней буква «С», зависит от последующей согласной. Если она глухая, да, как в случае с исколесить колеса, то у нас и будет здесь ставиться «С». Так, дальше подождите. Пятнадцатая. Вот это еще, да, не делали, кажется? Пятнадцатая. А, нет, то, что сделали. Шестнадцатая. Делаем шестнадцатое задание. Определяем, опять же, тот ряд, в котором в обоих словах при садке пропущена одна и та же буква. И вставляем пропущенную буковку. Здравствуйте. Номер четыре, правильно? Номер четыре. Забраться, промахнуться. Да, да, правильно, абсолютно верно. Тебя последняя не подходит, потому что в енох у нас с мягким знаком. Первая там «С», но «З» во втором случае. Во втором задании «Преодолевать», да, «Переодолевать», но «Предаточный». То есть остальные варианты у нас не подходящие. Хорошо. Дальше. Семнадцатое задание. Семнадцатое задание. Приставки опять-то у нас продолжаются. В приставке пропущена одна и та же буква. Ищем вариант ответа и сразу выписываем слова. Вставляя пропущенные буквы. То есть слово с точечками, с тремя, мы не выписываем. Конечно, да, безграмотный, чрезмерный. Здесь у нас опять, да, дается звонкое согласное после приставки «без». И в втором случае чрезмерный по значению это подходит даже нам. Хорошо. Восемнадцатое. Восемнадцатое. Выписываем слово на месте, в котором на месте пропуска пишется буковка «И». Да, «Ива», «Ива» от глаголов совершенного вида в данном случае «удваивать». Конечно, молодцы. Номер девизнадцать. Мы выписываем слово, в котором на месте пропуска пишется буква «Е». Никелевы. Да, Никелевы абсолютно верны. Здесь третье у нас задание. Третий вариант. Но я сейчас не буду эту подробность аргументировать. Так, двадцатое слово, двадцатое задание. Двадцатое задание. Что здесь? Опять-то вас просят найти слово, в котором на месте пропуска пишется «И». Не, не вручевать. Почему же там вообще? Даже у нас нет и... А именно талантливый, да, конечно. Лив, чип, суффиксы пишется только с «И». Да, здесь зависит от суффикса. Да. Дальше. Двадцать первое задание, двадцать второе и двадцать третье, посвящены окончанию глаголов суффиксом при части. И за каждое из этих заданий вы получаете по одному баллу. Итак, в первом случае вас просят выписать глагол. Множественное число, то есть во множественном числе, в котором на месте пропуска пишется буковка «Я». Конечно, стелится, там у нас будет буковка «Ю», все-таки, да, писаться, стелить. Конечно, вспоминаете, там, брить, стелить и другие исключения. Да, да, а вот раз будет, абсолютно верно, это я. И думали, да, может быть, это единственное, да, да. Но вот сейчас я говорю, небольшие изменения, они так вносятся потихоньку. Вот, кстати, я сейчас это отмечу, то есть нет, да, на сайте здесь. Я сейчас отмечу, чтобы, скажем так, ваши последователи уже не мучились выбором. Поняла вас, да. Хорошо, то есть у нас 21-е задание, да, вызвало вопрос. И еще вот, пожалуйста, девушка на втором ряду, вот, то задание, ироничный, иронический. Напомните мне его номер, я тоже у него, вот, про это задание уточню ситуацию с нашей технической поддержкой. Номер 8, номер 21. Хорошо, спасибо за эти, как бы, за поиск этих неточностей. Хорошо, номер 22. Вы пишите слово, на месте, в котором на месте пропуска пишется буковка Ю. Буковка Ю. Номер 22. Посвящающий, жающий. Да, да, конечно, посвящающий, да, естественно, да. Здесь все верно, здесь нет никаких вопросов, но это все зависит от спряжений. Вы видите, на следующем слайде дается объяснение, непосредственно дано какое, глагол какого спряжения. Да, если кто-то забыл, то повторите дома эту тему. Итак, 23 у нас... Ну, оно вообще, как бы, аналогичное, на самом деле, я думаю, вы тоже легко с ним справитесь, конечно. Тут нужно я, в котором на месте пропуска я. Конечно, да, терпит, да, естественно. И давайте теперь уже перейдем к написанию частицы нет с разными частями речи. Тоже за каждое это задание дается по одному баллу. Итак, номер 24. Вам надо определить предложение, в котором не со словом пишется слитно. Вы раскрываете скобки и выписываете, опять же, на свой экзаменационный бланк это слово. Пожалуйста, читаем и потом рассказываем и объясняем, почему. Ну что, молодые люди, давайте, какой ваш вариант? Бывалый. Конечно, да, третий, потому что у нас не употребляется без «не», да. Вы слышали где-нибудь такое выражение «бывалая запаха»? Нет, то есть, ну, бывалый человек это может быть, да, или бывалый, как в этом старом советском фильме. Но в таком значении здесь не будет использоваться без «не». Поэтому, да, здесь у нас в вопросе требуется ответ номер 3, и вам надо записать его слитно. Если бы было слово «невозможное», да. Ну, тогда вас бы в этом не спрашивали, то есть тогда, хотя «невозможное» все равно бы писалось здесь литно, конечно. Если бы там не было, понимаете, вот если бы у вас спрашивали, скажем, невозможное в наших краях засуха, то это было бы неокорректно. Почему? Потому что есть зависимые слова, а раз есть зависимые слова, то мы можем сказать, что пишется раздельно. Но если зависимых слов у нас нет, то в таком случае, да, могло бы быть и так. Да, 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 абсолютно верно. Вы раскрываете скупки и пишете это слово. То есть, вот видите, вы даете номер 3 и слово. Да. Итак, 25-е. 25-е. Определяем предложение, в котором «не» со словом опять же пишется слитно. По контексту, по значению, да, тоже смотрим. Есть ли какие-то зависимые слова, есть ли скрытое противопоставление, есть ли в русском языке вообще там такие прилагательные... Итак, у нас, значит, получается недалеко с вами. Да, недалеко от речки, конечно. Потому что все остальное у нас будет писаться раздельно, да. Ну, с глаголом «не» не употребляется слитно, потом вовсе непрочно есть как раз то самое зависимое слово. А здесь этого зависимого слова нет. И недалеко просто в значении «близко» используется, поэтому и будет писаться слитно. Опять же, я повторю, что если бы, да, там дальше стояло противопоставление, скажем, недалеко, а очень близко от речки что-то было расположено, то в таком случае ваш вариант с раздельным написанием был бы правильным. Дальше едем. 26-е. Определяем предложение, в котором «не» снова со словом «пишется слитно». Здесь, конечно, будет ответом второе. Прямо молодец у нас девушка, можно заранее так чувствовать ставить уже экзамен. Итак, значит, «некому» рассказать. «Некому» — это отрицательное местоимение, поэтому, естественно, оно пишется всегда именно таким образом. То есть слитно вместе с ним. 27-е-29-е задание. Здесь мы определяем предложения, в которых у нас будут писаться оба выделенных слова. Сейчас скажу «слитно». В данном случае «слитно». То есть тоже читаем и выполняем. Да, уже вижу один ответ. Согласны вы? Второй номер, какой у вас получился? Правый фланг опять я его упустила. Сейчас снова все внимание вам. Согласна. То есть второй номер, да, у нас получается. Зато и поистине. Конечно. Дальше. Ну, тоже сейчас я не буду по этой теории проходиться. То есть здесь описано, что пишется слитно, что раздельно, в каких случаях. Производный предлог, существительное с предлогом. Союз, да, и так далее. Я сейчас все это уже не буду вам давать. И мы с вами сделаем следующее задание. Номер 28. Номер 28. Кто еще у нас читает? Пятый, да? Вот есть вариант ответа. У нас пять. У молодого человека. Все ли с ним согласны? Первый. Первый. Да, первый. Конечно. Тоже и впоследствии. Да? Тоже в значении так же. И впоследствии. Что всегда пишется у нас слитно. И с буковкой, и на конце. Не забываем. Можно вопрос? Да. А тут, соответственно, первое время, это тоже. Как менять? Первое время тоже. Но логически, если первое время, если они встречаются, то первое время, это не могут тоже. Вот что. А, здесь, смотрите, что я имею в виду, скажем, представьте себе ситуацию. Вы, ну, ваш друг познакомился с вашим приятелем, с которым вы сначала общались не очень хорошо, а потом подружились и поняли, что он просто там мировой парень. И вы ему говорите, слушай, я понимаю, а мы когда первое время с ним общались, ну, это вообще ужас-ужас был. Но потом он ничего притёрглется, понятно. Вот такое значение. Итак, дальше. Номер 30-32. Это проописание N и двойной N в прилагательных и причастиях. Там в зависимости от того, во-первых, прилагательное или причастие признание, и в зависимости от того, там, от совершенного вида глагола или несовершенного вида глагола, это всё будет образовано. Итак, задание следующее. Вы указываете все цифры, на месте которых пишется одна буковка N. Если вдруг так получается, что вы не видите ни одной буквы, ни одной цифры, то вы так и отвечаете. Если видите несколько цифр, то так и отвечаете. Итак, пожалуйста. 2-3. 2-3, и что ещё? Всё? 2-3? 2-3-4. Да, 2-3-4. Беспросканный, вне зависимости от того, что у нас появляется ещё одна основа, да, беспросканный, там, буросканный и так далее, всё равно у нас будет здесь писаться одна буковка N. Поэтому правильным ответом на этот вопрос будет являться 2-3-4. Сказать, да, сказать, что делать. То есть нет совершенно вида глагола. Именно в связи с этим здесь пишется одна буковка N. Вне зависимости от того, появляется у нас вторая снова или нет, мы всё равно используем одну букву N. Дальше. 31. 31. Опять указываем все цифры от 1 до 4, на месте которых пишется одна буковка N. 2-4. Да, молодцы, да, 2-4, абсолютно верно, потому что здесь у нас не будет, но не никак не менять ситуацию. То есть если у нас была, скажем, в обычной форме одна N, да, то и отрицательная форма, в данном случае не мудрённая, никак ситуацию менять не будет. Хорошо, 32-е задание. Мы указываем все цифры, на месте которых пишутся две буковки N. Две буквы N. И все. Да, на самом деле здесь действительно все, и пусть вас это не смущает. Такое тоже встречаете, да, как я вас уже и предупреждала. Хорошо, дальше приходим уже к последним частям. Это синтексис и логика текста. 33-е задание. Мы расставляем знаки пропинания и указываем номера предложений, в которых нам нужна одна запитая. Здесь обращаем внимание на то, простое предложение или сложное перед вами. И также смотрим на количество основ предложений, если идёт речь о простом варианте предложения. Продолжение. Итак, мы указываем номера предложений, в которых нужна нам одна запитая. Одна. Все кроме четвёртого. Все кроме четвёртого. Один вариант я услышала. Все кроме четвёртого. Есть ли ещё какие-то варианты? Нет. Нет. Первая, четвёртая. Я, значит, ещё раз. Я услышала ещё два варианта. Первая, вторая, пятая. И также первая, пятая. Первая, четвёртая. Одна запитая. Одна и две. Итак, какой вариант всё-таки у нас будет? Первая и что, и чем? И вообще ничего, просто первая, да? Пятая, обратите внимание всё-таки на пятая. То море, то небо, перечисление. Конечно, ну явно запитая нужна, да? Естественно, номер один и номер пять. Итак, смотрим на другие варианты, раз этот вопрос у нас вызвал определённые сомнения. Рассмотрим, да? Итак, первым, у нас запитая должно ставиться после слова «завичей». Это сложная сочинённая конструкция. Здесь одна запитая, вы абсолютно правы. Во втором случае, корпуса машин запитая. И приборы запитая, и посуду. У нас здесь две запитые уже появляются, да? Ответ не подходит. Запитые есть, но не одна, а две. Третье. Третье. Нужны ли здесь вообще запитые? Третье предложение. Оно кажется большим и сложным, но на самом деле запитые не нужны. Посмотрите. Должны знать и уметь работать. Здесь однородные, сказуемые, что такого запитая не нужна. Четвёртое. То же самое. Запитые нам не нужны здесь. И таким образом мы подходим к варианту пятому. После «не был» мы ставим запятую при перечислении. То есть к правильным вариантам ответа на этот вопрос будет являться циферка 1 и циферка 5. 1 и 5. Вот у кого был такой правильный ответ изначально? У кого-то был. Вот у вас был, да? Поднимаем руки. Не забываем себя похвалить. Хорошо. Следующее. Тридцать четыре. Мы тоже расставляем знаки при пина и указываем все цифры, на месте которых в предложении должны стоять дебюты. Согласно 3 и 4. 3 и 4. Да, здесь всё попроще. Это действительно вариант. 3 и 4. То есть после подступки и перед 8. 35. Аналогичное задание. 35, кстати, за него даётся 3 балла. Да, 35, 36 и 37 задания даётся по 3 балла. Поэтому эти задания желательно выполнить правильно. Ну, пожалуйста, какой ваш вариант? То же самое. 3 и 4. 3 и 4. Да, да, абсолютно верно. Дальше смотрим. 36. 36 номер. Опять же, за это задание даётся 3 балла. Сколько одна цифра, я помню? Одна, но где? Два. Цифра 2. Да, конечно, да. Именно цифра 2. Задача, логическая структура которых. Да, то есть вот мы выделили предаточное предложение, больше мы ничего не выделяем. И, наконец, 37. Вот здесь запятых будет побольше. Ну, какие здесь запятые нам нужны? 8, 2, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Да, абсолютно верно. Всё, кроме четвёртого. Да, всё, кроме четвёртого. И вот если вы именно таким образом ответили на все эти три задания, то вы уже в сумме получили 9 баллов. Вполне неплохой результат. Хорошо. И самое последнее. Мы сейчас работаем с вами с текстами, но у меня, возможно, даже здесь, ну, вот скажем так. Понимаете, просто там, каким образом это задание, вы сами его видели, да, на хайде, там даётся большой текст. Естественно, его вот в формате презентации выставлять полностью неудобно. Поэтому я здесь в таком немножко урезанном варианте даю вам 38-е, какие высказывания соответствуют, не соответствуют. Но это как логика текста, то есть по первым заданиям можно сориентироваться или просто посмотреть. И те, кто выполнил задание 38, можете мне сейчас сказать, какие ответы у вас получили. Давайте так. Кто выполнил дома 38-е задание, которого нет на презентации в связи с тем, что оно очень объёмное и просто не врезало в один слайд. Итак, пожалуйста, кто его выполнил, какие ответы у вас получили? Уже не помните, да, но он выбрал у вас каких-то заявлений? На самом деле, да, оно достаточно тоже простое. Вам надо там понять, какие высказывания из предложенных соответствуют или не соответствуют содержанию текста, да, молодой человек? Там 2.5, насколько я помню, я помню, 2.5, да, но 2.5 правильно, да, ещё последний номер. 2.5, да, вот не даёт мне соврать. Действительно так, да, то есть там вы смотрите на текст, он достаточно объёмный, где-то страничка, но от половины страницы до полутора страниц, вот такого объёма, да, текст. То есть вы читаете его очень внимательно и дальше вы выделяете сами для себя основные идеи в этом текстике. В самом конце вам предложены несколько предложений, в которых якобы высказана ключевая идея. И вам надо из этих предложений выбрать те предложения, которые, на ваш взгляд, ближе всего к этому подходят, да, то есть больше всего относятся к основному содержанию текста. Вот в чём состоит 38-е задание и сейчас 39-е. Здесь я специально вам скопировала те предложения из текста, с которых будет работа, то есть вы можете их почитать, посмотреть, да, они даны под номером 1, 2, 3, 4 и 5. Это короткие отрывки текста, которые позволят вам ответить на задание данного вопроса, данного варианта. Значит, о чём вас здесь спрашивают? Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? И вы видите, да, с одного, с первого по пятый, разные варианты. Скажем, первым написано следующее. Предложение 3 объясняет содержание, предложение 2. И вы видите оба эти предложения, второе и третье, под цифркой 1, ниже, да, то есть под заданием. Разобрались? Угу, пожалуйста, тогда ознакомьтесь с этим заданием и попробуйте дать свой ответ. Итак, какие утверждения являются ошибочными? Может быть только одно, может быть все пять. По-моему, все неверные, кроме пятого. Все неверные, кроме пятого. Да, ну и верные. А, думаю, первое выкидываю. Первое выкидываю. Угу, и там, значит, предложение 3 объясняет содержание предложения 2. Да. А оно в первом. И да, и в первом. Объясняет, да, но. По-моему, нет. На самом деле оно не объясняет, оно скорее дополняет, да? То есть она могла просто так ждать этого ребенка, могла ходить, могла лечиться, могла не лечиться, могла просто не хотеть этого ребенка. То есть здесь, возможно, разные, как бы, совершенно... Ну, это и есть, но и есть больше. Ну, вот сейчас мы пытаемся это понять, какой более верный, какой менее верный. А, давайте. Это длиннее. А второе, посмотрите, ради сына, там она изучалась, как могла, компромиссы, уступки, помогали внешне создавать в доме атмосферу покоя. Здесь есть ли рассуждения? Нет. Нет. Здесь повествование. Здесь повествование, да, у нас повествование. Хорошо, дальше третье. Давайте посмотрим дружбу, привязанность между сыном. И восемнадцатая, они все обсуждали вместе. Да, вот здесь есть, да. То есть третья у нас правильная, конечно. Четвертая, правильная или четвертая? Правильная. Содержит описание? Да. В общем, содержит, да. И последняя, пятая, нас интересует. И пятая, да, у нас верная, там, там, и здесь. И тогда у нас что, получилось? То есть какие варианты неправильные? Первая, вторая. Первая, вторая. А вот подождите, в пятом еще, да, вы сказали, что там действительно содержится у нас рассуждение. Да, это абсолютно верно. То есть у нас, получается, есть ошибочные варианты, да, то первая и вторая, да, номер. А если вас спрашивают о правильных ответах, то тогда у нас будет здесь третья, четвертая, да, и пятая. Так, да, у нас получилось с вами. Потому что, еще раз, да, вот здесь смотрите, здесь объяснение, как бы, есть оно или нет. Посмотрите сами, то есть объясняет ли второе предложение первое. Или оно просто описывает происходящую ситуацию. Но вообще какой-то элемент объяснения мы можем здесь усмотреть. Да, я соглашусь с вами, потому что действительно, как бы, она поясняет дальше, что с ней происходило. Но, в принципе, здесь больше именно описаний. То есть, еще раз повторю, она могла там читать книги полезные, да, она могла там, не знаю, ездить на курорты и что-то еще делать. Да, то есть это не обязательно коррелирует с тем пактом, что она долго не могла дождаться ребенка. Да, ситуация, как бы, не бывает разная. Да, и папа. Мы просто видим правило и мы его следуем. Вот здесь скатинка сложнее, это зависит именно от вашей логики и от того, как вы сами умеете структурировать каждый текст. И, наконец, последнее задание у нас, это контекстные антонимы. Контекстные антонимы из предложения 16. У меня здесь его нет, я сейчас вам его дам. Сама прочитаю, вы мне найдете эти антонимы, хорошо? Итак, значит, 16 задание. Единственное ее коррелирует состоялось в том, что мальчик всегда был у нее на глазах, и она знала о нем все, что позволяло ей высвечивать, обозначать особым смыслом его победы, подставлять ему плечо при радостях и неудачах. Я сейчас еще раз прочитаю это предложение и напомню, что вам надо найти здесь контекстные антонимы. Ну, вы уже, да, даже мне не потребовалось вторичное прочтение, вы действительно все это нашли. Вот таким образом выглядит наш тест. Мы с ним, в общем-то, сейчас форум справились. Еще сложного, да? А, пожалуйста, как вы понимаете, я это так не решила, что это неудача? Радость и неудача, контекстные антонимы. Потому что неудача вообще, да, в сковоре, она не будет являться антонимом радости. Какой будет антонимом радости? Горе, да? А неудача, она как бы по сковорю не будет являться. Но здесь именно по контексту они, как бы, не встают в такую оппозиционную пару, скажем так, да, образуют эту оппозиционную пару. Хорошо, но если у вас остались ко мне вопросы, то, пожалуйста, подойдите уже в личной форме и зададите. И всем желаю вам удачи, успехов на завтра.